второй элемент который тоже относится к базовой уверенности у нас опять же повторюсь первый элемент какой это ощущение внутренней правоты что вы имеете право поставить за себя второй элемент который очень важно очень важно это собственная самооценка кто-то говорит у меня нет самооценки ну типа нет у меня низкая самооценка нет низкая самооценка это зависимость от оценки других людей. Люди путают вот эти фразы. Если у тебя низкая самооценка, надо по-другому сказать. У тебя зависимость от оценки других людей. И есть собственная самооценка. Собственная самооценка не может быть заниженной. Это невозможно. Она всегда находится на среднем уровне. Она может быть выше. Но если она будет выше, соответственно, получается, что кто-то ниже. А вот если кто-то ниже, это уже не самооценка, это чувство собственной важности, это гордыня. Есть отличие. Так вот, второй элемент – это самооценка. Или отсутствие зависимости от оценки других людей. Без этого элемента базовой уверенности тоже не будет. Опять же, повторюсь, все элементы важны. Давайте проверим. Парень идет по улице. Девушка, там опять на улице, пусть будет парень, опять подходит к этой девушке, но она уже не материт его и не посылает его в задницу. Она просто ему говорит «нет, у меня есть парень», либо «нет, типа я не знакомлюсь». Ну, и просто уходит. То есть, ничего такого нет, агрессивного ничего нет, все в порядке. Но парень после этого отказа начинает, либо уже расстроился, либо через какое-то время начнет очень жестко расстраиваться, что он какой-то не такой, что он ничтожество, что он вообще ни на что не годен, что девушки не будут его любить, что они его не хотят. Суть одна – его самооценка зависит от оценки другого человека. Это от женщины, от мужчины, от бабушки, от дедушки, от кого угодно. То есть, его самооценка зависела от ее согласия, либо отказа. Она отказала ему, его самооценка провалилась. Есть базовая уверенность? Нет базовой уверенности. А как же тогда проявляется базовая уверенность? Именно самооценка. Он подходит к девушке, девушка говорит «нет, я не знакомлюсь». У парня внутри все окей, потому что он знает, что он классный. По определению он просто классный, и вообще никаким образом не зависит реакция девушки. Ну, сказала «нет, нет, окей, хорошо». Ну, внутреннее ощущение классности есть. Это называется оценка, которая сформирована на себе, на своем мнении. Это второй элемент. Он тоже очень важен. Давайте. Ну, в общем, все кратко, да? Самооценка очень важна. Именно самооценка, а не зависимость от оценки других людей. Окей, третий элемент. Третий элемент. Третий элемент является элементом, он называется так. Он относится как бы к самооценке, но все равно отдельно. Он называется так. «Мне все равно на мнение других людей». Можно слушать мнения других людей, даже что-то исправить в своей жизни, если это полезная будет информация, но в большей степени. «Мне все равно, что говорят люди обо мне». Есть люди, которые меня ненавидят, чмырят, унижают. Ну, есть такие люди. Есть люди, которым на меня пофигу. Есть люди, которым я нравлюсь. Есть люди, которые меня любят. И я ориентируюсь только на тех, кто мне нравится и кому нравлюсь я. Мне наплевать на мнение других людей. «Мне все равно. Пофигу». Это один из элементов. Не будет базовой уверенности, если вы зависите от мнения других людей. А что другие скажут? А что произойдет, если я что-то сделаю неправильно? А вот если я сказал, что я сделаю и не сделаю, значит, обо мне подумают плохо. К этому же элементу добавляется как дополнение, но он все равно вот сюда. То есть, это не отдельный элемент. Базовая уверенность. Вот именно, что все равно на мнение других людей. Этот элемент называется… Как же? Сейчас скажу. Вот потерял от головы. Получается, если вам все равно на мнение других людей… Ладно, сейчас появлю мысль поэция, тогда скажу. Короче, возвращаемся обратно. Опять же, если идет там… Пусть будет, ладно, уже не парень идет. Пусть там девушка, например, познакомилась с парнем, допустим, где-нибудь на работе. Хотя это не очень, конечно, я рекомендую это делать. Не рекомендую это делать. Но вот она познакомилась. И вот вопрос. Если она с ним сблизится, то о ней будут говорить какие-то вещи, сплетни. Но ее тянет. Она влюбилась. Это нормально. И парень тоже к ней тянется. И вот тут вопрос. Если она пойдет на поводу по мнению других людей, на мнение других людей будет ориентироваться, то у нее нет уверенности в себе. Если ей все равно, и она пойдет, потому что она этого хочет, ей все равно на мнение других людей. Окей, все, вопросов нет. У нее база уверенности есть. Не имеет значения, что о вас будут говорить люди. Люди будут говорить о вас в первом случае, когда вы ярко выражены, какое-то что-то делаете. Во втором случае они просто говорят, потому что им скучно, им деваться некуда. Часто эти два варианта совпадают. То есть мнение по отношению к вам должно быть пофигу. Вот просто максимально. Сколько меня чмырили на ютубе и чмырят. Буквально смыслов. Сколько негативят. Пишут в комментариях, какие только гадости не пишут. Мне кажется, даже проклятия были. Появляются иногда какие-то люди в переписке, в чате, которые меня чуть ли там готовы, чуть ли там что-то сам только не сделать. То есть негатив льется, слава богу, не так часто, но он льется на меня. Что мне только не говорят, что я в видео лысый, что я в видео в очках. То есть я могу быть лысым, это плохо. Если я в очках, это плохо. Если я без очков, это плохо. Если я интонирую вот так, это плохо. Но если я буду это делать более официально, это тоже плохо. То есть всегда какой-то человек говорит, что это, например, плохо. Другой будет говорить другое плохо. А если, например, я там в рубашке, то у меня засирает рубашку, что она мята. Если я в футболке, то вообще почему я в футболке? Если я даю вот эту информацию, то я вообще там чепушила, как я могу давать вот эту информацию. Другие говорят, что вот эта информация говно. То есть и люди постоянно противоречат. Ну понятно, что это разные люди, но вообще если бы я послушал всех, кто мне на ютубе что-то пишет, и не только на ютубе и в чате в том числе, вот если бы я их слушал и верил в все, что они говорят, этого проекта давно бы уже не было. Его давно бы не было вообще. То есть он еще бы не запустился даже в 2018 году, его не было бы просто, вот не было бы и все. Но поймите, что ориентироваться на мнение других людей, которые тебя уничтожают, да, которые там негативят и так далее, бессмысленно, потому что сама их информация бессмысленно. Мне даже бывали якобы культурным языком говорили, как нужно правильно вести канал, ну или как нужно говорить, как нужно строить предложение якобы правильно. И я хотел бы к этому прислушаться, но в этом тексте, опять же, меня пытались оскорбить, как бы культурно, в кавычках, да, называется еще пассивная агрессия. Люди, которые действительно хотели мне помочь, они либо предлагали помощь, либо они действительно давали какие-то классные рекомендации. Но за все время, сколько я веду ютуб-канал, ну и плюс еще проект, когда обучаю ребят, за все время дельную информацию, которую бы мне дали, дельный совет, ну, наверное, из тысячи говно комментариев негативных был один. То есть люди по определению просто, они, интернет, он негативный в большей степени. Ну, то есть, действительно, он негативный. Ну, а негативный, потому что, ну, людей много становится, да, люди там агрессивные, они могут проявлять свое вот это состояние. Ну, то есть это просто есть. И если бы я их постоянно слушал, у меня не было бы базовой уверенности. А она у меня есть. Да, она прокачивается дальше. Да, она продолжает прокачиваться. Но она у меня есть, потому что я это не слушаю. Субтитры сделал DimaTorzok